В настоящее время гуманитарное научное направление, которое именует себя философией, полностью себя исчерпало. То есть философия приказала, честно говоря, уже долго жить. В основном это интеллектуальная философия, это своеобразное умствование, когда интеллект человеческий исследует сам себя, пытается исследовать себя, несмотря на множественные противоречия, в интеллекте всегда есть противоречивые моменты, когда он исследует сам себя. Интеллект, в конце концов, упивается своими собственными достижениями. Все вот эти философские опусы и труды великих философов – это не что иное, как упоение собственным интеллектом. Купание в нем, разные стороны интеллектуальной деятельности отражаются. По сути, Шреуробинда, прямо взглянув на то, чем занимается философ, он назвал это интеллектуальной спекуляцией. Это, говорит, спекуляция на интеллектуальной теме, не более тому. И яркий примет тому – это классическая немецкая философия, в лице ее могучих представителей. Это Кант, Гегель, Фейербах, кое-кто, наверное, учил в высших учебных заведениях этих авторов. Ну и последний, известный самый мировой философ XX века – это Мартин Хайдеггер. В Древней Верина именно философия активно стимулировала процесс познания человека мира окружающего. Именно философия занимается проблемами окружающего мира, природы человека. Действительно, в Древней Греции такая плеяда удивительная, фантастическая философов на букву А, Анаксимандр, Анаксимед, Анаксагор, потом Демокрит, Сократ, Платон, вот эти философы, Эпифагор действительно оставили богатое философское наследие, если понимать под философию некую интегральную науку о всеобщей природе. Не как интеллектуальное умствование, а вот нечто более широкое, более развернутое. И действительно, на уровне представления того времени они совершенно феноменальные сделали открытия. А вот последний из магикан, немецкой классической философии, знаменитый философ-интеллектуал XX столетия, Маттин Хайдеггер, он действительно, я уже об этом говорил, если помните, кто не помнит или не знает, я сейчас скажу, что он действительно в последнее время, когда он, в общем-то, был уже достаточно зрелым человеком, признался, что он не понимает своих философских работ, которые он в молодости писал. Он себя не понимает, не понимает вообще, что он хотел сказать, не понимает, что он хотел сказать. И когда ты начинаешь читать его работы, я попытался их читать, ну просто чтобы иметь представление, что это такое, он начинает танец от какой-то задуманной идеи, потом выстраивает многоэтажный такой логический пассаж, вот какую-то логическую цепочку, и в определенный момент он совершенно теряет связь с первоначальной задумкой. Вот он ушел, 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 и не знаю, что он начал. То есть непонятно, как начало связать с тем, к чему он приходит. Еще не закончил мысль, еще она не закончена, потому что там абзацы, ну строк по 15, по 20, у Шреврабинда тоже абзацы, строк по 20, по 30. Вот я так писать не могу, я пишу всегда блоками. Я понимаю, что утяжеляет процесс, так сказать, восприятие вот этих вот огромных абзацев. Вот надо обязательно делить, как в поэзии, на четверосийшие там делятся. Потому что иначе восприятие очень сложно, трудно это воспринимать. Вот у него 15-20, причем там может и не быть точек даже, так и другие знаки идут. Естественно, что возвращаясь к началу вот того пассажа, которым ты начинаешь знакомиться, ты перестаешь понимать вообще для чего все это написано. Смысл какой, непонятен, совершенно смысл. Я переставал его понимать со второй строчки абзаца. Первую строчку я еще как-то там пытался для себя сформулировать, что это такое. Вот, а потом я уже переставал его понимать. Ну и неудивительно, что он сам себя перестал понимать. Он себя сам перестал понимать на родном языке, а нам еще дают перевод на русский язык. Вы представляете, какой ужас. Вот это философия, интеллектуальная, классическая философия. Попытка интеллекта, попытка человеческого интеллекта познать свою сущность, познать, что это такое, с помощью самого интеллекта неизбежно обречена на провал. Интеллект сам себя познать не может. Интеллект можно познать только над ним, над стоя, выйдя за пределы интеллекта. Тогда можно сказать, что это такое. Поэтому замкнутый круг появляется. Интеллект по кругу ходит, 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 пытается познать себя. За пределы божественного он не выходит. Там есть какая-то философия, там должен быть бог какой-то. То есть интеллект, если честно признаться, он должен просто дать себе ответ. Что я вот в себе разобраться не могу. Что за пределами есть нечто, чего я пока не понимаю. Что-то есть за этими пределами. Я этого не знаю. Вот это будет честное признание и конец интеллектуальной философии. Она закончилась. Мы говорим сейчас о том, что выходит за пределы интеллекта. О том сознании, высшем сознании или божественном сознании, которое мы открываем и предстоит открыть людям. Интеллект действительно должен дать ответ на... Вернее, поставить вопрос. Что такое человек? Каков смысл его существования? Каков смысл существования человечества? Почему мы страдаем, болеем и умираем? Вот он должен поставить эти вопросы. Только интеллекту это можно сделать. А ответить на эти вопросы он не может. И когда читаешь интеллектуальный опыск, который пытается ответить на эти вопросы, ну это просто ужас. Представляете? До сих пор решаются проблемы. Вот почему мы страдаем? Почему всё так? Почему всё так плохо? В человечестве, в конкретном человеке. Вот одни и те же проблемы. Тысячелетиями всё это муссируется. Интеллект на эти вопросы ответить не может. А мы начинаем уже немного понимать, что есть что. Это уже прогресс, да? Значит, интеллект превзойдён всё-таки. Должен быть. И у кого он действительно становится просто инструментом высшей истинной сущности, тогда проблем уже не возникает. Тогда многие вопросы мы самостоятельно решаем. Без помощи всяких философов. Так же, как без психологов мы обходимся, исследуя себя. Вот на российской почве возникла так называемая религиозная философия. Но у Владимира Соловьёв это куда ещё не шло. Потому что у Владимира Соловьёв многие вещи, так сказать, ну, касающиеся проблемы религии, в своём отношении религии, в частности, христианских религий между собой. И он действительно эти проблемы поднял. И много правильных вещей в ответах на эти вопросы можно у него найти. А вот философия Булгакова, Лосева, Флоренская, это тоже религиозные философы, которые занимались, в общем-то, попыткой, попыткой, ну, посредством интеллектуальных, попыткой посредством интеллектуальных умозаключений, породнить рациональное и природное начало, вот то, что исследует наука с христианскими основами, с основами христианства. Пытались они это породнить. И вообще это слишком тягомотенные труды. Может, кому-то довелось их читать. Ну, если не довелось, лучше не нужно. Вот, если кто-то хочет убедиться, что действительно тягомотенные вещи, можете почитать. Вот, на бумаге у них всё выглядит убедительно, они так логично всё пытаются объяснить, причём завораживает, опять-таки, читатели и слушатели интеллектуального толка, много-многословия, практической пользы никакой. Вот я извлечь оттуда ничего не могу. Если нет практической пользы, если есть только словоблудие и красивые слова, там, о природе, о науке, о Боге, о каких-то, так сказать, крестьянских вещах, но нет того, что могло бы дать мне импульс, хотя бы импульс, к изменению сознания, нет. Просто не. Значит, это пустая философия, если нет никакой практической пользы. Если так называемая философия не способна прямо ответить на вопросы, кто мы, зачем мы здесь, почему мы страдаем, болеем и умираем, и что мы должны сделать для того, чтобы превзойти вот это состояние, то это пустая, абсолютно неработающая философия. Она просто ни к чему. Философия должна работать, она должна быть динамичной, она должна быть эволюционной. Она должна быть способна в понятных терминах, с позиции единства всего сущего, мы всё время об этом говорим, объяснить всем нам, что такое человек, опять-таки каковое место в эволюционном процессе, каковы законы, законы эволюционной трансформации человека, только тогда можно действительно принять философию как действующую. А любая другая философия, это лишь красивая игра интеллекта, и не более того, интеллект упивает с собой, играет сам с собой. Теперь, наверное, немножко надо сказать и об астрологии, потому что многие начинали свой путь, своё духовное движение именно с астрологией, потому что астрология всегда завораживала, как-то она привлекала, поскольку это нечто, что позволяет, как уверяют люди, которые ей занимаются, познать себя и что-то узнать о том, что тебя ждёт в ближайшем будущем. Это действительно достаточно серьёзная психологическая наука, которая зародилась в древнейшие времена. Тогда не было психологии, астрология, в общем-то, выполняла роль психологической науки, если можно об этом говорить так, потому что она наука. Она сумела хорошо описать человечество, но какое человечество? Человечество, которое эволюционирует в стаде. Стадного человека. Не индивида, который выходит на путь индивидуальной сознательной эволюции, а человека стадного. Да? Тогда об индивидах речь не шло. Вот знак зодиака, выпускает природа 12 раз в году через какие-то там ворота, через мясорубку. Людей с определенными чертами, стадными чертами характера. Да? Такие классические вещи. Ну, наверное, знаете, 12 знаков зодиака, кто-то там тупой, кто-то острый, там тупые овны, там еще кто-то, такие тупрямые козероги, сексуальные скорпионы, там еще кто-то. Ну, там у них есть определенные знаки, ярлыки вешают, и пошло-поехало. Так вот, смотрите, согласно знакам зодиака, природа действительно поциями выбрасывает людские типажи, имеющие сходные психологические признаки. То есть, наверное, 12 типажей есть, точно, можно психологических как-то ранжировать. Это бывает. 12 раз в году родятся разные ягоды на одном нашем эволюционном поле. Ну, какие-то сходные души по своим потенциальным возможностям в определенные времена выбрасываются природой в наше земное человечество. Родятся. Согласно кармического закона, существует целесообразная последовательность прохождения людей по соответствующим циклам знака зодиака. Ведь не каждый, наверное, должен пройти, отработать или проработать определенные артеологические черты и моменты в этой жизни. Это тоже нормальное явление. То, что в процессе жизни индивида интегральное изменение психовибрационного поля, вот того, что поделяет основу всего сущего, вот это интегральное изменение этого поля при изменении положения Солнца, Луны, определенных планет, есть, безусловно, какие-то взаимодействия. Это не вызывает сомнений. То, что эти знания можно использовать, если мы принимаем философию как науку, как знания каких-то характерологических типажных признаков человека, можно использовать для развития в человеке каких-то личностных качеств и предупреждения возможных срывов нервно-психических, тоже верно, наверное. Это помогает. Однако астрологи видят в этих фактах то, чем они занимаются, лишь внешнюю эстону. Им кажется, что астрально запрограммированный человек должен смириться с своей программой и подстраиваться под неё. То есть, он должен знать свои слабые моменты и под неё подстраиваться каким-то образом. То есть, в стадии он должен подстраиваться под тот типаж, которым он является. вот так считают астрологи. Да? Видимо, тот, кто с этим сталкался, понимает, о чём идёт речь. Конечно, в ради случаев нужна коррекция, но она должна быть нападана опять-таки на возврат в колею судьбы. Вот тебя уподно толкают не на революцию внутреннюю, а вот в это твоё астрологическое прокрустного ложе. Тебя там завинчивает, привинчивает, и говорит, вот твоё место тут. В стадии да, а я не хочу быть в стадии, я революционер. Есть революционеры среди нас? И человек радуется, когда его опять туда загоняют, он говорит, смотрите, какой-то, я сякой, вот прогноз подтверждается, я вот упрямый, я там ещё такой-сякой, вот он доволен, счастлив, да, и вот опять стоит бедный несчастный. Для стадного общества и для стадного сообщества это отчасти верно, для сознательно эволюционирующего индивидуа всё наоборот, те индивидуальные черты личности, которые проявлены согласно знаку зодиаку необходимо трансформировать, а не радоваться их рассвету. Это надо менять коренным образом, не радоваться, что они у тебя есть, что они у тебя процветают, что их надо использовать для достижения успеха, или ещё чего-то. Ты должен это всё сломать. До наоборот. Вот тогда астрологический прогноз и астрология будет в помощь, в помощь, наверное, человеку, который готов индивидуально эволюционирует, как бы индивидуально трансформироваться. Не надо подстраиваться под астрологический прогноз, надо его превосходить. Это не то, чему мы должны потакать. Это наши эгоистические индивидуальные трудности, которые мы должны преодолеть, следуя по пути сознательной эволюции. Вот то главное, что мы должны вынести из древней астрологической науки. Вот, например, по гороскопу у человека честолюбие проявляется. Это вроде бы хорошо. И считается положительным качеством, если правильно им распорядиться. Если человек это качество имеет. Для нас же это то качество, которое должно быть трансмутировано в первую очередь. Вот наше эгоистическое честолюбие, самолюбие и прочее. Это должно трансмутироваться в первую очередь. Да? По гороскопу это хорошо. Потому что можно достичь успеха в чем угодно. Только правильно это использовать. Шри Робинда даже как назвал человека честолюбивым ничтожеством. Понятно почему, потому что человек действительно имеет большие амбиции по любым вопросам, но в принципе он абсолютно бессилен, бессилен на что-либо повлиять, прежде всего на свою судьбу. Тоже очевидно наверное достаточно. Самым серьезным асторгом современности считают мир Вронского. Сергей Вронского это слышали о нем? Удивительный человек, очень интересный человек, интересной судьбы, который сумел в современных условиях тонко переплавить вот этот древний опыт астрологически. Во время Второй Вировой войны он был нашим разведчиком нелегалом, он находился в фашистской Германии, возглавлял астрологическое направление в закрытой лаборатории Гиммлера. И он являлся так сказать ну астрологом фактически фюрера, чуть ли не личным астрологом и свадьба вот с Евой Браун там им была каким-то образом обусловлена и предсказана. Гитлер был неравнодушен к мистике и после войны после войны там очень сложными путями Вронский вернулся вернулся в Советский Союз о своей работе в Германии он обещал рассказать через 50 лет когда за срок давности пройдет но он скончался до этого срока удивительный человек просто был им написан ряд глубоких очень увлекательных книг по научной я подчеркиваю научной астрологии кто интересуется астрологией как наукой советую Вронского почитать если мы с вами возьмемся выполнять все что приписывают нам астрологи а их сейчас не в меру расплодилось в каждой газетке там есть что-то такое что касается прогноза астрологического то вообще наша вся жизнь превратится в какой-то обусловленный кошмар что нам делать каждый день каждую неделю каждый месяц так вот для родившихся под конкретными знаками публикуется еженедельная информация что им делать а что не делать представляете человек и так обусловлен в своем поведении множеством всяких факторов тут еще астрологический фактор примешивается если мы действительно с вами раз и навсегда хотим освободиться от пут обусловленности то астрологические знания это груз который мешает продвижению по пути сознательной эволюции к ним не надо обращаться совершенно сбросить надо этот груз если успели его прихватить и почувствовать облегчение если он у вас уже есть сбросьте его 20 своей судьбы мы с вами есть только вы ваше искреннее стремление к работе на пути сознательной эволюции к эволюционному развитию ничего более нам не нужно надо прислушиваться не прогнозам астрологам а тихому голосу который у вас на фоне фундаментального молчания ума родится в вашей душе тогда проблем никаких не будет опять-таки можно сбросить вообще массу ненужных проблем обойтись без психологов без философов без астрологов все можно найти в себе начав работу на пути сознательной духовной эволюции теперь немного о семье вся семья издревле она признана быть первичной ячейкой в обществе стабильной ячейки в современном мире она крайне нестабильна и дело вовсе не в том что много браков распадается вскоре после их заключения разводов очень много сейчас просто внутри семейные отношения складываются так что все взрослые члены семьи и даже дети чужды друг другу а порой они становятся враждебны друг другу я думаю что это не секрет и многие наблюдают но если не в своей семье но в других для того чтобы это увидеть не надо никаких социологических исследований проводить достаточно каждому наблюдательному человеку просто посмотреть вокруг что происходит скрытое явное недовольство с супругом друг другом ложь измены вспышки ревности ненависти это в общем-то норма уже относительно там пьянство гнев скандалы изо дня в день это происходит во многих семьях причем на глазах у детей все эти выяснения отношений короткие периоды примирения не способны погасить вот эту энергию накопленную годами вот эту энергию взрывную взаимная обида ненависть неприязни супруги будучи чужими друг другом живут вместе просто по привычке ради детей тоже не секрет хотя в первую очередь от такого совместного проживания страдают именно дети вот на этом вулкане раздражение взаимных обид упрек скандалов и прочим нестабильность ими решительно очевидно так вот психологи приведут нам множество причин по которым рушат отношения в семье но мы с вами должны знать одну истинную причину причина истинная одна два и более эго не способна проживать вместе в замкнутом пространстве миролюбиво два эгоиста не могут в этой замкнутой системе существовать мирно все других причин это уже варианты косметические там по мелочам эго прежде всего мешает мирно существовать в семье в замкнутом пространстве отношений каждый своей амбиции пытается поставить во главу угла этих отношений вот и все причин только одна так как одна болезнь хроническая эволюционная недостаточность у нас да и в семейных отношениях тоже одна болезнь животное первого эго подчинять обладать и использовать в своих целях другое эго подчинить обладать и использовать в своих целях в разных формах это варианты уже так сказать возможны эго не способна не только вместить но даже в какой-то степени понять внутренний мир другого человека другого я потому что оно не понимает оно мыслит только своими категориями эгоистическими эго способно культивировать лишь так называемую любовь ненависть любовь тире ненависть когда партнеры тесно связаны между собой витальными узами сексуальными узами но вот эта зависимость друг от друга вызывает ненависть то есть не свобода в результате этой тесной связи возникает чувство зависимости от партнера любая зависимость это не свобода от чувства не свобода возникает ненависть а чего освободиться конфликт психолог называет это конфликтом в браке особенно в браке эго будут бессознательно стремиться подчинить себе эго партнеров в первую очередь подчинить и если это удается то образуется идеальная пара явная или скрытая тиран энергетические вампиры практически безмолвная жертва из которой сосут 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 и она страдает это жертва многими нервно-психическими и физическими недугами вот кто-то один вампирит как говорят такая энергетическая пара позитрон электрон их совместные отношения становятся привычкой а жизнь становится безумно скучной просто скучной когда уходит из жизни один из супругов вскоре такая же участь постигает у другого причина одна разрыв прочной энергетической связи донор реципиент связь рвется все и тот и другой не могут существовать если потенциальная жертва не готова подчиниться хозяину знаете так в семье бывает но не подчиняется бунтует то начинается непримиримая борьба которая продолжается столько времени сколько способен выдержать один из супругов вот в этой борьбе победителя тут не будет кто-то выдержит кто-то не выдержит все это жизнь на вулкане это постоянное ожидание извержения и они наступают наступают по казалось бы незначительным поводом так бывает это просто повод для того чтобы проявить выброс этой внутренней энергии конфликт он заложен это не суть конфликта повод мы же поводы по мелочам всегда добывают неразбитая чашка какая-то неубранная посуда играет главенствующую роль а нечто другое накопленное как динамит внутри внутренний неприятность равно как и равнодушие разъедает атмосферу семейную можно и быть абсолютно равнодушным тоже это тоже нечто что не способствует не способствует утверждению здорового климата неприязнь или равнодушие равнодушие это тоже нечто такое это не ровность не спокойствие не фундаментальная ровность а равнодушие совершенно другое деструктивное чувство но достаточно одному человеку наперекот своим амбициям сознательно измениться начать с себя то отношения в семье могут стать анеми для начала чтобы семья могла приемлемо существовать надо принимать эго того человека с которым ты живешь терпимо не пытаться грубо его переделывать кто-то один должен уступить то есть пониманием проникнуться так сказать чтобы решить эту проблему начать решать хотя бы эту проблему это не означает вовсе что не надо обращать внимание на раздражающие выходки партнера просто обращать внимание надо мягко воспитывая партнера на собственном примере терпимости к нему это тоже сложно это искусство да если с чего-то ночевать то именно с этого взаимное умоление это не выход из положения временная мера которая была направлена на поддержание какой-то сносной атмосферы семейной это временная мера некоторые люди особенно молодые думают что меняя партнеров по браку они не меняясь сами они что-то новое там приобретут это бесполезно менять можно тысячекратно если вы не меняетесь сами ничего нового не приобретете это тоже факт все это иллюзия иллюзия все старок как мир радикальная трансформация эгоистические отношения возможно только при совместном следуя по пути сознательной эволюции или кто-то один начинает работать на этом пути то тогда возможно и изменение другого человека если вы начнете излучать нечто способное трансформировать психику и сознание человека который с вами рядом находится и спустя энное количество лет мы сейчас имеем примеры тому что в некоторых семьях действительно происходят чудесные превращения казалось бы безнадежно безнадежно в части эволюции безнадежных семейных партнеров начинают меняться люди интересоваться спрашивать что делать как делать потому что личный пример именно пример терпимости пример ровности смирения спокойствия вот этого неделанного равнодушия по отношению к другому человеку именно спокойствия без раздражения без злобы действительно меняются люди способны измениться реально измениться и как показывает опыт если один из супругов начинает следовать путем сознательной эволюции то у другого возникает к этому ревностное неприятие в самом начале такая агрессия в начале работы на пути в семье как правило начинает агрессивно относиться к тому кто начинает работать на этом пути у меня так было нормальное явление неудивительно ведь рядом был человек который воспринимался как законченная какая-то статуя что-то такое что неспособно измениться понятно и вдруг эта статуя заговорила начала менять свой облик каким-то образом свое поведение какие-то слова произносить другие непривычные естественно это обратная реакция агрессия почему так если раньше можно было без труда предугадать поведение вот этого статиста понятно что как он себя поведет в какой-то ситуации то теперь это удается все реже и реже то есть привычная собственность куда-то уплывает куда-то уходит из твоих рук ощущение что она плывет плывет нет этой стабильности нет этой жесткости что-то такое колеблющееся что-то такое уплывающее растворяюще в результате появляется агрессивность как это так моя собственность неважно как я отношусь к этой собственности это моя собственность я могу ее ненавидеть могу ее иногда любить но это моя собственность вот даже если я ее ненавижу она куда-то ускользать начинает противное эго всеми правдами и неправдами пытается дестабилизировать процесс вашего духовного роста и это замечательно то есть законно вмешивается здесь враждебная сила которые призваны мешать в работе на пути сознательной эволюции то есть они наиболее эффективно эти силы воздействуют через ближайшее окружение вы испытываете это давление агрессивное давление вот тут надо выстоять вот тут надо четко четко проводить свою линию то есть враги человеку домашние его врагов в кавычках надо использовать на все сто процентов чтобы установить фундаментальную ровность внутреннюю ровность так начиная жить в своей собственной непонятной для окружающих внутренней жизни важно не выпящивать свое я не говорить вот я на духовный путь встал мне нужны какие-то особые условия надо поставить себя так чтобы всем было ясно что теперь для вас главное но совершенно не отказываться естественно от добросовестного выполнения необходимых семейных обязанностей социальных обязанностей вот это все должно быть нормально чем еще более ответственно к этому относиться то есть не вместо этого заниматься духовная работа сохранить все это вот именно на должном уровне никому особенно в семье не пытайтесь ничего доказывать касательно вашего внутреннего состояния что вот вы сейчас плохо себя чувствуете что вот вы видите этот мир не таким каким видели вы раньше вам сейчас больно там как-то вот тяжело не нужно это ваша проблема пусть она будет вас у вас действительно меняется отношение к этому миру но вы не должны ныть по этому поводу и плакаться и жаловаться своему ближайшему окружению иначе еще больше будет агриза чем ты занимаешься смотри вот ты был нормальная сейчас у тебя вот в голове всякая чепуха в поликлинию к тебе надо обратиться там я что-то не в порядке в секту какой-то записался примерно так могут к этому отнестись действительно вот на начальных этапах работы ну меняется какой-то взгляд на этот мир и не совсем приятно же бывает да и домой приходишь как-то вот тоже там видишь не совсем приятные вещи да придешь домой там ты сидишь да как высоцкий пел вот поэтому вот тут очень важно это пройти очень так мягонько и ни в коем случае не бунтуйте витальный бунт только отнимает силы потому что вы будете бунтовать только на витальном поле а это отнимет ваше село вас просто разденет надо сохранять свой мир нетронутым не позволять в него вторгаться другим людям какими близкими они вам не казались во внутренний мир никого не пускайте не пускайте